Церковь от церкви впервые. Вот, это не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. В 19.15 недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Здесь нам показывается такой интересный момент, как мы должны реагировать на вещи. Если кто-то пришел к вам и говорит что-то о ком-то еще, принимаете ли вы это сразу? Иногда бывает, да, что сразу принимаем то, что нам в уши. Это если быть честными сами собой. Но вы не должны принимать. И оно должно быть утверждено так, как написано в Писании. И должен присутствовать больше, чем один человек, который просто про другого рассказывает вам что-то. И даже если два бывает, то это недостаточно. И хорошо бы проверять очень внимательно этих двоих. Я замечал, что в общинах достаточно легко через такие ситуации привести к сомнениям, к двойным каким-то непониманиям. Потому что люди сразу принимают от одного информацию про другого. Хотя у людей могут быть свои причины на то, что они рассказывают. Матфея 18 глава, 16 и 17 стих. Матфея 18, 16 и 17. Здесь рассказывается, как мы принимаем исправления друг о друге, наставляет нас. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церковь не послушает, то добудет он тебе как язычник и мытарь. Это очень крайне важные принципы. И вот эти все принципы, они также включены вот в этот нагрудник, наперстник первосвященника. Помните, да, в первом дне мы говорили, что этот наперстник, он служил для суда. Для решения, что есть правильно, что есть неправильно, что хорошо и что плохо. И мы можем пользоваться принципами, которые находятся здесь. И даже в том, что мы переживаем, проходим с вами сегодня. Итак, первый пункт, это очень важно, что когда кто-то приходит и скажет вам что-то, окей, может быть, это кто-то, кого вы вернете, может быть, это кто-то, кого вы очень хорошо знаете, он испытан, и вы знаете, что этот человек обычно говорит правду. Но выносить свое суждение лучше не спешить, а подождать и дать место еще до того, как вы точно удостоверитесь, вам сказали правду или нет. К сожалению, очень часто так происходит. Кто-то сказал вам что-то про кого-то, вы случайно сказали об этом кому-то, кто-то сказал следующему человеку, и очень быстро все про все знают. Знаете, как Писание это называет? ГОССПЛЕТНИЙ. Ага, и написано, говорится. Сейчас мы увидим, где это. Римлянам, первая глава, 29 стих. Римлянам, первая глава, 29 стих. Я прощу. А так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолебие, злобы, исполнены завистью, убийство, распри, обману, злонравие. Я уверен? Does it say? It says in the translation, which I'm using here, They are filled with every kind of wickedness, evil, greed and vice, stuffed with jealousy, murder, quarreling, dishonesty and ill will. They are gossips. Нет, у нас слова сплетни нету, но конец 29 стиха на английском говорит, что это сплетни. Нет, у нас еще нет, там добавлено слово сплетни. Окей, in the translation that I get so directly as possible, it says, all of the four mentioned, they call them gossips. Окей, it's very serious, scripture takes it very seriously. Писание к этому относится очень серьезно. Окей, we have text also in 1st Timothy, 1st Timothy 3, 11. Окей, and 5, verse 13, where it talks about widows, but... И глава 13 стих говорит, при том, что они, будучи праздны, переучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Окей, so, and then, of course, in Proverbs 26, verse 20, it says... И также притча 26... 26... 26, 20. Двадцатый стих говорит нам, притча 26, 20. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Окей, gossip causes so much damage. Сплетни приносят огромное разрушение. Я хочу подчеркнуть, что мы видим в Писании тоже в этой идее. Окей, witness. И быть для нас хорошими свидетелями крайне важно. Номер два также символизирует работу в команде, партнерство, и партнерство. Окей, Deuteronomy, chapter 32, verse 13. Второзаконие, 32 глава, 30-й должен быть стих. Как бы мог один преследовать тысячу, и двое прогнать тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их. Окей. Второзаконие 32, 30. Yeah, how can one chase a thousand? Yeah, okay. And we find this in Ecclesiastes 4. Ecclesiastes 4, 9-11. С девятого по одиннадцатый стих. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Так же, если лежат двое, то тепло им. А одному, как согреться. Ecclesiastes 4, 9-11. I like the last part of this. Yeah, and my wife is very appreciative also. She has a very cold physique. So during the winter, I'm almost, almost pushed, almost out of the bed, because she keeps coming closer and closer. Okay, enough of that. Please cut that from the video. Okay, Amos 3, 3 is also one of my very favorite texts. Amos 3, 3. Amos, третья глава, третий стих. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Over this text, it's important to understand, if you can't agree with somebody, you cannot go on the same pathway with them. через эти места Писания нам ясно дается понять, что если у нас нет согласия с кем-то, мы не можем пойти в одном и том же направлении. Во-первых, для меня это касается моих личных взаимоотношений с отцом. Если я с ним не согласен, я не смогу пройти с ним его же путь. Но это моя задача согласиться с ним, а не его согласиться со мной. Потому что он знает гораздо больше, чем я знаю. Мы не сможем с вами ходить с Господом, если мы не согласны с ним. Нет никакого пути, чтобы это свершилось без согласия. Это мы говорили о вертикальном образе, а если говорить о нашем человеческом, так сказать, горизонтальном построении отношений. Если мы не согласны друг с другом, мы также не сможем идти по одной и той же дороге. Окей. Enough of that. The cardinal number two. Теперь возвращаемся к тому, что это числительное число, да, два. And the ordinal number second can also refer to division and separation. Также относятся к слову разделение и отделение. Окей. бытие, chapter 1, verses 6 to 8. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. Окей. So, on the second day, Бог разделил вещи. Воду от воды. And... Yeah, water from water. Окей. Да, воду от воды. So, we see also in 1 Kings, 1 Kings chapter 16, verse 21. 2 Kings 3, 3 Kings chapter 16, 16 глава, 21 стих. Тогда разделился народ израильский на двое. Половина народ стояла за Фамния сына Гонофа, Фофа, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. Окей. Сложные имена для произношения. Но вы видите, что пришло разделение. Но нам необходимо распознавать, хорошее ли разделение или нет. Разделение это от врага, или это от Божьего. А сейчас мы смотрим Деяния, акции. Повторяемся, что разделения могут приходить, но нам надо развлечения, они на добро или не на добро. Писание также говорит, будьте отделены от мира. И долгое время, и много веков церковь думала, что единственный правильный путь жизни – это жить где-то отделенно в монастырях, в глухомании. Вот это такое отделение должно быть. Но это не то, что говорит Писание. Писание говорит, духовно, и в нашем образе мышления мы должны быть отделены от этого мира. А с другой стороны, мы с вами должны быть светом этому миру. И поэтому мы должны быть в этом мире. И Писание поэтому говорит, что вы в мире, но не от мира этого. И, unfortunately, the church has swung a little bit too much in the other direction. Сейчас, к сожалению, церковь заняла чуть-чуть другое, перевес в другую положение, сливается с миром. Where sometimes you can't discern the church people from the people of the world. Что сложно распознать людей мирских и церковных. Yeah, this is something that should not be, okay? We need to be that light, that example in the world. Мы должны быть тем светом, который является примером этому миру. The witness in the world. Деяние 15, verses 36-41. We have something, a sad point in Scripture. Acts 15, verses 36-41. Деяние 15, verses 36-41. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставших от них в Памфилии и не шедшего за ними на дело, но которые они были посланы. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьям благодати Божьей. И проходил Сирию и Киликию, утверждая церковь. Здесь мы можем получить урок из этого отрывка. Было разногласие между Павлом и Варнавой. Вы вообще знакомы с историей? Что тут описывалось? Иоанн, которого называли Марком, он был одним из первых, который был с Павлом и Варнавой в путешествиях. Но во время путешествия у них что-то произошло. Может быть, это было слишком утомительно для Иоанна, называемого Марком. И он отстал, он оставил. И есть вероятность, что он даже вернулся в Иерусалим. И вот мы здесь сталкиваемся с тем, что Варнава и Павел готовятся поехать в следующее путешествие. И Варнава хочет взять с собой и Иоанна Марка. Писание нам не говорит, почему возникло такое большое разногласие между Павлом и Варнавой. Но мы знаем также, что у Павла был такой крепкий характер, и с ним бывало сложновато. И он сказал, никак нет, не берем. Мы знаем, что Барнава был называемый сын консулат. Консулат. Консулат, хороший консулат. У него было консультантское сердце. Павел, он как пионер, он всегда шел вперед, прокладывал путь, везде появлялся первопроходец. И я думаю, что у Варнавы было больше такое пастушье сердце пастырское. И думаю, что у Варнавы был тем человеком, который, если вы сталкивались с проблемой, он мог положить вам руку на плечо, сказать, как я могу тебе помочь, поделиться, помолиться. И он такой хороший был душепопечитель. И утешитель. И сердце Варнавы говорит, давай дадим Иоанну Марку второй шанс. И Павел, он говорит, ну, 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 пффф, ну, ну, пффф, ну, пффф, ну, пффф, ну, пффф, ну, пффф, ну, пффф, ну, не тупо это, puzzles. Да, все, был у него шанс, все, идем дальше. OK, this separation can result either from positive or negative situations. OK, just to put everything in a picture, I can't remember exactly where it is now, but at one point we find in one of Paul's letters that he writes please let John Mark come to me, he has been very useful. So there was a reconciliation between the two. OK, and we see that Paul is not always perhaps a bad guy, but he was also able to forgive and move on. OK? OK, the Lord will one day divide people into two camps. The sheep and the goats. The children of God and the children of the devil. OK, until that day, believers are to be separate, sanctified from the world's way of thinking and behaving. OK, 2 Corinthians 6, 14 to 18. I haven't put it all down here, but you can read it all. 2 Corinthians 6, 14 to 18. 1 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 Corinthians 6, 14 to 18. «Бегайте блуда, а всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Я надеюсь, что здесь вы увидите достаточно ясную картину по поводу отделения и быть свидетелей. Я думаю, что читая такое место, надо экзаменировать свое сердце и задавать себе вопрос, насколько мое сердце отделено для Господа. И согласно Писанию определять на… И если что-то происходит плохое, то это повод покаяться, оставить это и двигаться дальше, потому что именно этого от нас ожидает Господь. Здесь говорится о том, что Бог хочет ходить посреди нас, обитать среди нас. Но Он не способен это делать, и Он не сможет это делать, если в нас есть вещи, которые мешают. Другое место Писания говорит, не угошайте Духа Святого. Как мы можем угошать Духа Святого? Делая вещи, которые против воли Божьей. Или творя то, что является нехорошим в Божьих глазах. И решить, что есть хорошо или что плохо, мы можем только основываясь, хорошо это или плохо, с Божьего взгляда, с Божьей или перспективы. Не то, как я на это смотрю, и не то, как мир на это смотрит. И не то, как кто-то другой учит меня смотреть на эти вещи. Кем бы это человек ни был. Это может быть даже какой-то пастырь или учитель. Мы люди, и мы делаем ошибки. Но мы должны понимать, что для того, чтобы решить, это доброе или зло, мы должны смотреть в Писании. Несколько фактов о втором сыне, о Симеоне. Первое, это второй сын от Леи. Номер два, его имя означает «слышать». Потому что Бог услышал, что Лея страдает от недостатка внешней красоты и благословил ее. Третий пункт. Симеон, с помощью Леви. Они поразили всех тот город, парень, в котором переспал с их сестрой Диной. Где Хамор и его сын Шехем жили. Потому что Шехем переспал с Диной, в других переводах написано, что он ее изнасиловал. И несмотря на это, он хотел жениться на ней, восстановление всего хотел, но... Симеон отреагировал очень агрессивно. И не хотели они никакого восстановления. Четвертый пункт про Симеона. Четвертый пункт про Симеона. Четвертый пункт про Симеона. Люди из колена Симеона помогли людям из колена Иуды. А когда Иуда готов был захватить свое место, свою часть? Если вы позволите, на этом сегодня мы закончим, потому что если я продолжу, мы застрянем где-то на середине пророчества Якова, и это будет нехорошо разрывать. Продолжение следует...